Друзья, всем привет! Сегодня у нас 18 ноября. У нас в Сочи день города. И сегодня мы вам покажем чуть-чуть немножечко Сочи. Сходим на день города, все посмотрим. Не обещаю, что мы все мероприятия прям захватим, но в несколько мест мы попадем. В сегодняшнем выпуске не будет ни слова о недвижимости. Немного жизни добавим в наши ролики. Да, Ярик? Ну давай, всем привет! Ну все, смотрите дальше. Всем приятного просмотра! Привет, мама, скажи! Ну что, продвигаемся мы потихоньку по улице Новогинской. Много всяких затягивающих мест, аттракционов. Это что такое? А, это просто ловит рыб. В общем, тут на всем пытается заработать. Самый крутой бизнес, это я видел здесь просто поставить на землю напольные весы и брать за одно взвешивание 10 рублей. Это вообще только я в Сочи увидел таких бизнесменов. Пишут мне, кстати, много, где я рассказывал про плюсы и минусы Сочи. Люди все время находятся такие, которые напишут, почему ты не сказал так мало минусов? Раз ведь тут нет минусов. Пишут мне прям несколько минусов в ряд. Ну, я просто им отвечаю, ребят. Ну, просто не знаю. Все эти минусы просто берет и топчет ногой один большой плюс. Вот это тепло, природа и все остальное. Ну, и по жизни, я не знаю, оптимистичных взглядов. Поэтому минусы меня не особо волнуют. Стараюсь на них не заострять свое внимание. Вот здесь, посмотрите, уже готовится какой-то концерт, видимо, будет. Так, ну, давай посмотрим. Ярик, давай за мной, только нет. Вот эти прикольные, да? Да, это вообще. Вот тут это прикольные, да? Да, тоже прикольные. Вот пойдет художественное, будешь так за меня рисовать. Здесь всякие прикольные собаки. А это вы сами, что ли, из стекла как-то делаете? Расплавляем бутылки. Расплавляете обычные бутылки и вот такие получаются штуки? Да. А, вообще даже часы. Прикольно. Это вы сами придумали? Ну, я не думаю, что это мы первые придумали. Расписываем так, как вот они и есть атмосфер. А почему вот это, егермастер этот? 1500, любая. 1500, да? 1500. Ну, давай сейчас с мамой встретим, если ей понравится. Ну, хорошая идея. Тут шапки. А мерить можно? Да. Ну-ка, Ярик, померь шапку. Вот ему что-то. Да, его размера нет. А, вот это нет? Ну-ка, попробуй. Большовато. Большовато. Ну, и что, идет зато, да? А почем они? На заказ дело. Две с половиной. Две с половиной. В ней тепло, да? А, вот такая, помнишь, у нас птичка была? Ее... Да. Я Андрею ее отдал? Помню. Помнишь, у нас была такая птичка? Да. Моя Андрея старинная. Вот такая была? Такая, да. А есть еще какой-нибудь, чтобы звук тоже такой... Вот такое, вот именно прям вот такая. Ну, а вот такая же, да? А есть вот такие товарищи. О, вот это вообще огонь. А это сколько стоит? Знаете, по 300. По 300? Да. А вот эти вот 350. Прикольно. Да, а эти вот тоже по 300. О, вот это пластые будут. А это почем? Большую 400. 300. Вот это? Да, да, да. Вот цветные 300, эти 350, эти 300 большую 400. Вот успели послушать, пока тишина была. Да, да, да. А вот есть такие изделия еще. О, да еще. А она сколько стоит? Они разные цены имеют. 600 рублей до 7500. То есть разные звуки у них. Есть те, которые к губам прислоняются вот так вот до них. Так все просто, что ли, там? Это как заколка одна эта. Я показываю, да, чтобы на меня смотрели и делали. Я понял, я понял. Мастер-класс подарок всегда. Ну давай сейчас, мам, мы встретим. 100% результат успеения гарантирует. Да, спасибо. Вот, посмотри, из мясорубки. Такой прикольный светильник. Ну, слушай, это вообще интересно, конечно. Да. Ой, еще опять. Ну вот это вообще стильная такая. Она включается, да, вот так? А, нет? Рядом диммер лежит. Ага, я понял. Друзья, ну разве это не прекрасно? Вот стихотворение Исаевой Елены. Мне бы счастливее разродиться в прекрасном городе моря. Пойдем, Ярик. Счастье, радость. Это слова, которые прочно поселились в нашем городе. Я прошу вам еще стихотворение Качанова и Елены. Пусть завидуют нам все ясным днем и среди ночи. Потому что мы живем в чудесном городе Качи. Наш прекрасный город Качи. Любим все мы очень-очень. А я выходи, подожди, а Ярик? Ярик, все взлет, подожди, подожди, подожди. Звоните, очень интересно. Рыбки полноют, Штарчок уважаем. А нафигуру. Открываемся. Ярик, пойдем. Ну что, друзья, за 350 рублей в час выехать, выплыть, я не знаю, как правильно сказать, в море, пожарить шашлычок, поплавать в море, посмотреть на Сочи со стороны моря, я думаю, невеликая цена. Ну вот, смотрите, на такой... Крутой яхте, стоит 600 рублей взрослый билет, выйти в море, поплавать, на дельфинов посмотреть. Детский билет 300 рублей. Смотрите, за моей спиной это морской порт. Здесь у нас стояночка яхт. Какая красота, я не знаю, живу здесь уже столько. Все равно, приходя сюда, расплываясь просто в улыбке. Выбираясь из Макаренко. Красота, конечно, смотрите, какая яхта, какие красивые. Погода сегодня еще, конечно, прекрасная такая. Погода сегодня еще, конечно, не знаю. Заставили даже телефон включить, вдруг у меня муляж, а не телефон. Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем вас с праздником мира, земля, окра и в роли любимом. Это, кстати, Женины слова в конце каждого видео, да? Купальный, загоральный сезон продолжается у людей. Вниз, ну пойдем, потрогаем, море холодное, теплое. Давай, давай. Газку поддай. У вас, видите, на контрасте кто галушон, а кто в пуховике. Ну слушай, не сильно-то и холодное, да? Нет, нет. Сибирячкам, в общем, можно и покупаться, в принципе, таким, как я. Но я не буду, я уже все сочинским стал сибирячком. Друзья, вот вы просите рассказать о минусах в городе Сочи. Ну я не знаю, я, может быть, такой человек. Ну какие здесь, какие могут быть здесь такие минусы, чтобы я вообще о них помнил при таких плюсах? Не знаю, еще зависит, наверное, от каждого человека, да? У каждого свои взгляды на жизнь. Кому-то одна и та же ситуация покажется отличным стечением обстоятельств, а второй скажет, какой же я неудачник, да, по жизни? Не знаю, мне кажется, надо быть благодарным. Благодарным за то, что судьба тебе позволила жить в таком месте прекрасном. Ну не знаю, может быть, я не прав. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Сейчас, даже ты, мама, теперь попадешь в это видео. Не надо. Все, все поздно. Вот у меня мама, бедная, сидит в Иркутской области там и заставляет меня море ей снимать. Ну ничего, скоро переберется, все будет хорошо. Мама, передай привет зрителям. Застеснялась? Да, и наше снежное. Ну ладно, мама у нас застеснялась. Что, друзья, давайте прогуляемся еще в Поцелуевский сквер. За мной вот как раз это морпорт был, откуда мы пришли. И прогуляемся, как Женя назвала в прошлом видео, бульвар поцелуев, что ли. Поцелуевский сквер. Прогуляемся. Армен, подари нам русскую одну какую-нибудь песню. Можно, да, русскую песню? Ну пойдем. Любви к друзьям, любви к себе, любви к близкому, любви к детям, любви к небу, к солнцу. Просто любви к жизни, друзья. Пусть в вашей жизни всегда будет много счастья, любви и радости. Армен Алджан! Ну что, друзья, вот мы и побывали в Поцелуевском сквере. Посмотрите, как красиво. Здесь свадьбы всегда проводятся. Ну, то есть на свадьбе обязательно надо сюда заехать. Вот. Ну, на сегодня, наверное, все, чтобы видео не сильно длинным получалось. Если после этого видео, после всего, что вы увидели, у вас еще остались сомнения, ну, я не знаю, тогда можете вообще не смотреть мой канал. Сомнения в том, что я имею в виду, что Сочи это классный, крутой город. И на минусы, знаете, мне вообще наплевать. Я буду здесь жить и радоваться жизни. И вам того же желаю. Всем пока, всем удачи, любви и исполнения ваших мечт. Пока!